Привет, уважаемые зрители! С нами сегодня Сергей. Привет, Сергей! Он предложил нам потестировать свой Prius. Уникальный автомобиль, единственный на самом деле гибрид, который был первым, да, вот с первого поколения. И вот с этой темой пошла гибридная эра. Видим, что голубоватый значок, значит у нас все экологично, экономично и вообще очень странно и удивительно. Расскажи, Сергей, почему Prius, почему именно вот такая вот странная Toyota, которая очень сложна? Ты пока говоришь, я вот открою капот, чтобы мы увидели, что там спрятано. Почему Prius? Экономично и надежно. То есть, несмотря на то, что она очень сложна внутри, посмотрите, что здесь происходит. Обилие разнообразных электрических проводов, каких-то обычных, да, двигатель здесь 1.8 стоит, насколько я помню, да, 1.8 где-то 140-120, сколько всего? 99. Даже 99, то есть даже вот не 140, как я подумал, как на королах, например. То есть он дефорсирован, чтобы обладать повышенной экономичностью, правильно? Ну вот, и есть электромотор. Он тоже где-то там внутри. Он прям в коробке передач встроен. То есть все там агрегатировано каким-то образом, очень сложным. Вообще трансмиссия Prius очень сложная. Почему она не ломается? Почему не ломается? Они могут где-то как бы для меня... То есть ты просто ездишь и ездишь, да? Да, просто езжу и как бы... И вообще не паешься, да. У машины пробег очень большой, но 190 там, сколько реально никто не знает, но может даже 300, может меньше, да? Да. Ну то есть совершенно, да, это какая-то фантастика, потому что автомобиль ездит и ездит. Десятого года ничего здесь не меняли, да? Батарея та же самая? Да. А где она, кстати, прячется, батарея? Сзади? Да, сзади. Ну ее, чтобы увидеть, там надо сиденье снимать. То есть она туда куда-то углублена? Да, она под задним сиденьем. Да. И работает тут все смешанно. Когда надо, трогается на батарее, потом подключает, если надо, двигатель, да? То есть вот этот вот сложный процесс. Какой расход примерно? Ну, у меня по городу с кондиционером 7 литров. 7 литров? А, сильно даешь на педаль? Да, сильно. И, кстати, сегодня, вот обратите внимание, очень крутые дисочки здесь стоят. Как говорится, почти что спорт. И сзади. Пошли назад, посмотрим, что здесь будет. Почему такие диски? А потому что Сергей решил сделать из своего вот этого уфомобиля. Действительно, а что он закрыт? Почему не открывается? А, потому что я неправильно давлю. Вот. Решил сделать супер-тачку. Это винты. Пришли они ему из Японии. Вот такие вот, как они называются, неизвестно. Москва. Как называется подвеска, не знаешь? РСР. РСР подвеска. Ничего не знаю в тюнинге японских автомобилей. Тем не менее, вот смотрим багажник. Кстати, на удивление, там и запаска, да, внутри где-то запрятана. Не будем сейчас открывать. Вот там она где-то. И батарея тоже где-то там, да? Батарея под задним сиденьем. А, то есть под задним сиденьем сделали. Сиденье, кстати, складывается заднее? Да, складывается. Не будем складывать, потому что здесь вот эти вот стекла. Расскажи, почему у тебя стекла? И вообще, что они делают? Тряпочка какая-то. Зачем это? Ну, стекла я как бы вожу, тряпочкой, чтобы они не дребезжали. Передние стекла у меня тонированные. И когда если гаишники меня просят, раз тонироваться. Ты подходишь, ставишь стекла. Да, я подошу, делаю новый, ставлю стекла без тонировки и спокойно уезжаю. Ты вот так вот ездишь. Ну, вот такой вот стиль. Часто останавливают вообще? Ну, раза два в месяц останавливают. Раза два месяца, вот ты едешь и рискуешь постоянно. Ну, менял я их три раза всего. Три раза всего. То есть как-то отбалтываешься от этого дела. Ну, вот. Удивительно, кстати, да, вот сядет еще машина, наверное, на пару сантиметров, может даже больше. Да, сколько вы ожидаешь? Скорее побольше. Я думаю, скорее сантиметром на четыре. Здесь, говорят, 140 примерно, будет, наверное, 10. То есть реально плоское такое. Надо еще лампы какие-нибудь поставить. Потому что он, в принципе, автомобиль такой фотоистичный. Даже вот в стоковом состоянии, согласись, выглядит он прямо вот четко. Как думаешь? Ну, я думаю, вот зад мне не нравится. Вот морда так вот. А что сзади не нравится? Лично мне не очень. Не очень? То, что они прозрачные не нравятся? То, что прозрачные, да, я бы, конечно, красные больше бы хотел. Красные? А ты можешь взять баллончик и баллончиком их фигануть. Вот здесь вот, да, как-нибудь? Не знаю. Тоже, скорее всего, лучше какие-нибудь тюнинговые куплю потом. Они есть, да? Тоже на японском рынке. Очень много там запчастей. Приус там любят. Вот. И обожают всячески. Так что ожидается от него что-то такое особенное. Хотя, в принципе, тут же обычная балка сзади. То есть, едет он как обычный автомобиль. Это хэтчбэк, по сути, да? Несмотря на то, что... Ну, гольф-класс. Да, ну, гольф не больше он, чем гольф-класс. Я думаю, что... Не дэшечка, не... Ну, нет, мне кажется, скорее... Это гольф. Ну, смотри, места-то много сзади. Ну, не то, что много, очень, но... Как бы сам за собой сел. Что тут навалено еще? То есть... Может, не база чья? Королла или Авенсиса, не знаешь? Знаешь, у меня подвеска подходит от Короллы, от Ауриса. То есть, скорее всего, это Королла. Это Королла. Королла, в принципе, не маленькая машина. Ну, вот видим, как сзади все очень интересно. Кстати, вот салон весь мягкий, но пластик дубоватый, да, везде? Да, дешевый. И ничего тут нет вообще. Ни прикуривателей каких-то, ни воздуховодов, да? То есть, покупатель отдает деньги прежде всего за вот эту силовую установку оригинальную. Да, да, только за это. Вот, ну вот... Если честно, она меня пугает. Вот если бы я был владельцем, я бы каждый день просыпался и думал, а живет мой Аурис, вернее, мой Prius от спячки или нет. Сейчас мы посмотрим, как все это будет двигаться. Что, занимаем места и поедем. Не знаю уж, как тут оценивать драйв. Какие тут колеса у нас? Bridgestone 215-45-17. MY-02. То есть, такая спортивная резина, по большому счету, да? Спорт у нас резина в целом. В целом, да. В целом, спортивная резина. И посмотрим, на что способен Аурис. Как он? Аурис, что-то у меня, видишь, мне кажется, золотая машина. Вот, не Prius, а Аурис. Вот. И очень странно, да, приборной панели нет. Она по центру. Вот, не палит, кстати, все время перекладывать взор? Или привыкаешь? Нет, я уже привык, у меня сценик до этого был. Там все тоже самое. Да, тоже вот любитель центральных, видимо, приборов. Это не штатная тема, хотя написано Toyota. Ну, это, видимо, там, за границей кто-то. За границей. Машина из Голландии приехала. И, представляете, вот такой достаточно странный агрегат. Прямо вот в упор я сам за собой сажусь. То есть, чуть повыше я был бы, уже было бы неудобно. А так, ну, расположился. Это вот Toyota'овская тема, да. Как всегда, вот этот вот приборчик, круиз-контроль. И вот так вот оживают, да. Что-нибудь надо еще делать? Или ничего не надо? Все, она типа заведена, ничего не происходит. Наверное, зимой все время молотит. Есть ли они зимой, да? Ездил зимой, да, конечно. Все время работает. Не все время. Главное климат-контроль поменьше ставить. Ага. Надо 22 где-то там, на 23, тогда она непостоянная. А он однозонный, да, получается? Да. Эко-мод, пауэр-мод. А это электрический, да? Сколько едет на электрическом, не знаешь? Ну. Разряжен. Вот. А вот надо менять. Вот ты не поменяешь. Сейчас мы проедемся, когда она зарядится. А, она зарядится еще? Вот когда очень... Четыре деления. Четыре деления. В общем, не заряжено. Здесь, кстати, очень интересный проекционный дисплей. Это не... Никакой там не ЛСД, да. Это просто вот бьет и отражается все это дело. Очень интересно. Ну что, попробуем, да? Так, что надо сделать? Надо вот так вот сделать, да? Д. 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 Включаем и поедем. Кстати, даже не заметил, что Виктор завелся. Он, по-моему, не завелся. То есть он прям поехал, да? Краун заведется. А когда до двух делений дойдет? Ага. Ну, очень-очень сложная такая тема. Ну, а привыкаешь потом, да? Да, конечно. То есть, если дисплей нажмешь на руле, там картиночки всякие другие меняются ненужные. Вот это? Ага, вот и вижу. Это идет налево здесь. Поворачиваю. Так, ну вот удивительно, кстати, вот в автомобиле пробег. Ну, бог его знает, сколько тысяч. А подвеску тоже ты не менял, да? Вот сейчас винты просто поставишь. Или что-то уже, что-то уже... Ага. То есть машины едят, едят, едят. То есть это настоящая Toyota, пускай электрическая. То есть все здесь вот очень надежно. Или что-то, хочешь сказать, что что-то ненадежно? Нет, хочу сказать, что все надежно. Вот. Поэтому до сих пор на ней езжу. Потому что, так-то мне вот, конечно, вот этот пластик дешевый не очень нравится. Ага. Ну да, машина стоит на самом деле, сколько? Она достаточно дорогая. Наверное, каковесь стоит. Может даже дороже. На дороже. Так, направо, налево, прямо. Прямо и на светофоре налево. До сих пор мы едем на этой, на тяге. Не, уже завелась. А, вот, да, действительно. Слушай, ну, ощущение как будто едешь на частичной электромобиле. Что-то там под этот, такой звук, да? Как такой, типа троллейбус. Так, у-у-у, что-то. Ну, он налево едет. Нам тоже налево, да? Да, нам тоже налево. Мы сейчас на эстакаду будем забираться. Будем замерять динамику. Сейчас прямо туда куда? Прямо туда. Прямо поехали. Нас пропускают. Очень интересное ощущение от езды. Сложно как-то их даже передать. Там, по-моему, нет, да? Там и две передачи, да? В трансмиссиях сложно сделано. Там какой-то вариатор недоделанный стоит. Насколько я знаю. То есть, какие-то там сложность солнечной передачи какая-то там. Да, монетарная. Да. Ну, как вот, она дребезжит-то вся, да? Да. Что дребезжит? Что делаешь для того, чтобы не дребезжало? Что делать? Здесь дорога такая. А так на ровный ничего не дребезжит. А так все прям вот. Ну, это вот удивительно. Машина, казалось бы, да, футуристичная, инновационная. Но вот это вот, это просто налево, да? Это просто убивает этот пластик. Я не фанат, конечно, всех этих материноведческих тем, но пластик, честно говоря. Вот даже владелец вот расстраивается. Может тебя какую-нибудь Алькантару обить, как вот здесь вот, а? Вот здесь сделали же нормально, да? Да. А здесь вот какое-то позовище. Ну, ты знаешь, когда она была на 15-х дисках, ничего не дребезжит. А, то есть просто добавил ей жесткости и тут кузов пожил. Да. Обзорность интересная, кстати. Зеркала вроде не такие уж и маленькие. Хотя маленькие, они просто сферические, да, сильно. Не бывают тебе проблем с обзорностью? Нет, как раз вот здесь вот у меня все удобно. Все нормально. О, и сейчас мы проверим лежачий полицейский. Тормозим. Она сначала, слушай, она сначала тормозит еще этим электродвигателем, да, потом там подключается этот. Ух, как жестко. Наверное, вообще еле-еле, да, приезжаешь? А винты будут вообще, будешь прям так, бык, эм, эм и поехал. Ну вот за этот стиль японский надо платить. В том числе полностью хода. Да, интересные тормоза такие. Ты сначала ничего не происходит давишь, а потом вдруг, хопа. Вот опять же, если ты наймешь вот здесь вот. Будет рекуперация, да? Во, рекуперация, давайте. Давайте смотреть, что там происходит. Очень я жду, когда, сейчас налево, да, наверное? Очень я жду, когда появится в пресс-парке у Toyota новый Prius. Это будет крайне интересно. Вот эти все темы я внимательно изучу и даже сделаю, скорее всего, анимацию. Поток энергии, там, как-то что-то происходит. 7 литров обещают, да? Как, посмотрите, у нас электраж. Еще раз сюда, сюда. Вот, 6,4. 6,4, да. Для большого, на самом деле, это словно у этого маленького микроавтомобиля, да? У Peugeot 107 должен быть такой расход, то есть. Ну я просто активно езжу, поэтому. Так-то можно уложиться и в 5, при желании. Вот у меня папа когда ездит, у него там постоянно 5, там даже иногда. Ну это удивительно, на самом деле. Ну вот примерно, кстати, данные. Вот 5, 7 где-то, да, 7-6 литров. Ну вот видно, да, 5-7 с половиной, где-то вот так вот. Ну если, а сверял, не врет эта система? Почекал? Не врет. Не врет. Четко показывает. Да, ну конечно. И сейчас, по-моему, двигатель работает, нет? Как понятно. Не работает, да? Хорошо они его задемпфировали, даже вот здесь просто с наскоку сядешь. Вот это интересно, очень панель такая. Это вот футуризм. А USB-порты есть или еще не положено? Нет, нет. А, вот есть. Ну да. Какие-то футуристические темы. Это подстаканник, наверное, должен быть. Два бардачка тут, вот, все-таки, о, поехали. Все-таки думал Toyota. Звук-то какой, да? Да, звук. Как ставни, да, старые? Такое сочетание чего-то. Ну что, там надо куда? Налево, направо? Выездку. Ну вот, педаль футуристов, это вообще-то, это действительно не спортмобиль вообще ни разу. Просто вообще, она вообще не едет. Зато будет красиво выглядеть, да, на винтах, все дела. Подкатываешься такой, ух, все хорошо. Вот из кнопки power нажмешь, чтобы она полезнее поедет. Ага, power. А потому что будет все время на ДВС работать. Так, сейчас налево. Смотрим. Обзор не своеобразный, очень из-за этих окошек. Вот, странно они сделали. В эту сторону даже, мне кажется, хуже, чем в ту, да? Потому что окна нет, вот здесь вот. И, то есть, вы не видите, что окна. Да, стойка, стойка, серьезно. Сейчас аккуратно будем заваливать поворот, потому что там в багажнике эти подвесочные темы. Слушай, а кренов-то нет? Почему кренов нет? Ой, уже полетел. А, надо быстрее ехать. Там уже, я чувствую, полетело что-то, поэтому не будем злоупотреблять. В целом, как ты самооцениваешь ездовые ощущения от автомобиля? В целом, устраивается эта тема? Ну, я как бы привык уже, у меня, в принципе, все хорошо. Ну, это, да, то есть, вот тормозили, сначала явно была работа этого тормозного генератора, ретадора, может, как его там называть еще, да? В обратную сторону, короче, крутится. А потом включается так, хопа, чуть сильнее, сильнее, сильнее. И вот уже включаются тормоза обычные. Своеобразная такая двуступенчатая система. Так, куда нам ехать сейчас? Прямо? Направо. Сейчас направо поедем. Можно климат. Странно, да, что вот климата нет двузонного, опять же. Удивляет это. Все ушло в инновационность. Так, поехали. Зато он очень ровно, да, набирает ход, прям просто вот. Даешь педаль, он ускоряется. Ни разрывов мощности, ничего не происходит. Да, вот так вот тоже нормально. Очень так плавно. Как вот космолет, действительно. Еще бы, если бы не было этих посторонних призвуков. Так, сейчас направо. Ну, слушай, у меня, конечно, это было бы, я все время бы вот так вот делал, ходил там, ехал и что-то придавливал. Вот так вот. А, и все. Да, сейчас пойдем. Такой девятка стайл, я бы сказал. Зато вот, видимо, кстати, знакомый элемент Toyota, настройка зеркал. Фул авто, ой, не пожмотились-то, сделали полностью открываемые стекла. Ну, а так, что можно сказать, что можно рассказать вообще, что ждать от автомобиля, если человек захочет купить такой агрегат. Он стоит сколько? 600 где-то тысяч, да? Ну, 650? Да, 650, 700 тысяч. То есть, вот такой вот Prius, покупаешь и чего ждать? Наверное, говорят, что самое страшное, отказ батареи, да? Да, ну, это тоже не так страшно, потому что бушная батарея стоит там 1040, плюс ее ремонтируют секциями, надо поменять. Как бы в любом гибридном сервисе это не проблема. Не так долго секции менять. А она вообще ездит без батареи или вообще встает просто? Нет, она даже не заведет, все, где уже батарея заводит, силовая. А-а-а, ну вот мы опять притопили педаль. Жалко, у нас контр солнца светит. Надеюсь, что-то туда видно. Сейчас мы уйдем на автомагистраль. Попробуем разогнаться до сотни. Это будет удивительный аттракцион. Сколько секунд, как думаешь? Попробуем разогнаться до пятнадцать? Я, если честно, даже не знаю. Страшно подумать. Сейчас направо поворачиваем. Сейчас мы уже скоро узнаем. О, поворот залазил. Ну, я не мог сказать, что крен прям такие чудовищные. Вполне она держится. Выключаем поворотник. Тут развал, что ли, надо делать? Немножко кривоват руль? Да. Или нет? Да, немножко надо там что-то подрегулировать. Сейчас мы найдем примерно ровное место. Будем стартовать. Потому что здесь все-таки вниз, да, мне кажется, будет наклон вот там. Да, ну вот едем по магистрали. Руль слегка пустоват, да? Немножко есть такой, да? Легковатый руль. Хотя вроде реагирует вполне. Сейчас поймем, короче. Придавливаем педаль. И перестраиваемся. Ну, скажем так. Руль легковат в нулевом положении. Но когда его отклоняешь, тут же появляются некоторые усилия. Такие вот ощущения. В целом, вообще, Prius он все-таки не для гонок, да? Спокойно едешь, катишь, экономишь топливо. Правильно? То есть не надо из него пытаться сделать там, «Да ведь я еду, все там, лечу, как шалено». Так, как нам не попасть на платную дорогу? Там дальше до Долгопрона, он будет еще и... А, то есть мы успеем. То есть главное, вернее, обратно, чтобы мы не оплачивали эти ненужные дороги. Так, камер тут нет. Мы спокойно едем. Вроде пока еще нет. Да, мы спокойно едем. И слышно, да, дорогу слышно. То есть шумоизоляция нет. Посредственно она, откровенно говоря. Общий фон прям, ну, серьезно достаточно. То есть даже не знаю, что... Скорее всего, именно качение колес. Вот их колеса, да, шуморезин очень слышно. Очень слышно. Ну, тут уж. И вот эти вот, конечно, на стыках дребезжания. Зато вот не ломаются. Это главное. Едешь. Кстати, вот сиденья сами все, да, они прямо как плитой сидишь-то в них. Вроде поддержки особо нет, а устроиться можно. Такой велюрчик. Даже весь еще не особо подрипанный за многие эти тысячи километров. Так, ну, наверное, мы в ту сторону пойдем разгоняться, я так думаю. Скорее всего. Вот видно, когда процессы идут. Вот если тормозить, то вот в батарею все идет, когда притормаживаешь. Ускоряешься наоборот. Забавно. Сам, правда, не будешь на это смотреть, потому что отвлекает от дороги. Сейчас направо ходим. Это, конечно, своеобразная педаль тормоза такая. Так, тормозом, конечно, наоборот. То есть, такое торможение слегка такое, ну, какое-то, несколько искусственное. Потому что тормозишь нереально, да, то есть тяговые механизмы этих тормозов не работают. И вот чуть больше уже притормаживаешь, и включаются тормоза основные. Этот момент даже можно почувствовать. Так, выходим направо и наверх. Наверх. Там разворот должен быть, я так понимаю. Сейчас мы найдем разворот. И оценим. Вот, казалось бы, да, среди футуристичных тем, тут, по сути, вот только эта тяговая установка. В остальном, абсолютно обычный хэтчбэк, да? Да. Вот ничего такого нет, чтобы сказать, что да, это... Я бы сказал, сешовый хэтчбэк. Даже, ну, вот из-за этого, да, из-за дребезжащей темы. Ну, я думаю, кто знает, по каким невзгодам эта машина проходила, да, какие там беды были. Так, сейчас у нас будет где-то разворот. Здесь вот я его вижу уже. И будем разворачиваться. А зимой, как он там заводится, например, есть проблемы? Нет, никогда не было. То есть, ну, вот батарея, она же замораживается, да? У нее начинаются потери емкости. Все вот эти вот свойственные электрические темы. То есть, все в порядке. Пришел? Да. Запустил? Да, даже неделю у нас стоит, если он пришел, завел, спокойно уехал. Удивительно. Удивительно, потому что всегда вот пугаешься, когда что-то привлекаешь такое необычное. Пугаешься. Ну, опять мы... Ну, в поток можно, в принципе, влиться даже с такой динамикой. Нельзя сказать, что это прям совсем беда. Кстати, батарея у нас зарядилась, да, пока мы ехали. Она почти полная. Сейчас будем как раз ускоряться. Так, сейчас направо, да? Так, надо. Раскачиваем мимо. Надо было сюда, да? А, правильно? Ага. Все, аудопиотечный проезд. Очень хорошо. Такие тут сложные развязки накрутили. Даже не разберешься. Поехали. И сейчас настанет час икс. Сейчас, когда можно при дожалке, нельзя тормозить в пол, потому что стекла твои превратятся просто в труху. Так, а ты сам не боишься, что вдруг на дороге полно всяких ситуаций неприятных? Боюсь. Я просто специально как бы не менялся, чтобы правил тест на обычной подвеске. Ну, понятно. А не дуб-дуб, да? На дуб-дробилке. Ну, в целом, нельзя сказать, что автомобиль-то мягкий очень. И, наверное, из-за резины он такой жестковатый. Да, на 16-е колеса он, конечно, более мягче. В разы. Но и у водов больше, и поворачиваемость хуже. Так, сейчас мы найдем необходимое нам место. Что-то там кому-то... Не нам дудят, кстати. Тут красная... Красная Toyota Tupi-то выезжает куда-то не туда. Поехали дальше. 42-й какой наглый, да, Саре, обтуживает москвичей. Подлец. Не, ну это вообще, конечно. А нет датчика дождя, ни света, ничего там нет? Нет, ничего нет. В обычной комплектации. А есть такая крутая? Да. Да. О, даже сзади что-то нет. Датчика дождя, и радар даже есть. Зато, знаешь, как прикольно сзади смотреть. Тут как будто ешься, наверное, на космолете. Такая раздвоенная часть. Ну, вот эта вот. Сейчас левее. Основное стекло это дополнительное. Прикольно так. Так. Выезжаем. Когда-нибудь разгонялся они до максимума ради интереса? Да, разгонялся. По спидометру 195. О, хорошо. По PS 180. Хорошо идет, да, да? Для своих-то силенок 100. Мне кажется, нельзя аэродинамика такая сложная. Так, это вниз, дальше, вверх. Я надеюсь, мы сейчас найдем прямик все-таки. Более-менее адекватный. Потому что если мы сейчас будем под горочку разгоняться, будет слишком быстро. Все начнут решать, что это реально спорт. Можно давить. А в горку будет слишком медленно. И все думают, о, нет, нам такое не надо. Нам надо что-то более-менее адекватное. Ну, там дальше вроде должна быть прямая. Сейчас мы ее отловим. Или, может, на районе поискать. Зато можно оценить, что по трассе она, кстати, спокойно прямую держит. Никуда ее не вихряет. Ничего не происходит. Как ты оцениваешь вообще устойчивость к автомобилю? Ну, то есть никаких, вообще никаких ощущений особых нет. Неположительных, неотрицательных. Не, ну положительный есть, расход топлива минимальный. Да, расход топлива. Вообще минимальный. Вот здесь, да, пускай немножко под гору, да, ничего страшного. В целом, я думаю, нам пойдет. Да, ради интереса? Пускай дадим фору Приусу. Ничего страшного, да? Ну, мы успеем. Думаешь, не успеем, да? Совсем все печально. Может, и печально, я не спорю. Но мы дадим фору. Так, ты будешь оператором разгона у нас. Держи. Когда стоп, будешь кричать, чтобы я тормозил. Вдруг что? Правильно? Уже все, он уже сам пойдет сейчас. Они должны сейчас я тронуться. Если пойдет, то все окей. Так, все готовы, я готов. С двух педалей не будем ломать машину. Что, готов? Да. А то нет спорт режима. Ну, вот это все. Power mode, все. Ну, давайте. Готов? Да. Пошла. Ну, смотри, как она хорошо подрывает-то с места. Правда, дальше особой раскрутки нет. Но все равно уже 75-80. Ну, слушай, нормальная динамика. Сколько уже? 11.6. 11.6 с небольшой форой вниз. Ну, нормальная динамика, можно сказать. Для... Что так же едет, да? Ну, если пофантазировать, так едут, например, Lada, Galina, да? Нормально? Как думаешь? 11.6. Все вот эти бюджетники едут примерно так же. Да. Вот со слабенькими моторчиками. Так, давай, скриншотик я сейчас сделаю. И это с двумя, кстати, пассажирами. С одним, я думаю, динамика 10.5 может. Так вот. То есть вполне... Вполне себе. Для городской эксплуатации очень даже. А на трассе обгонять как вообще? Сложно? Не сложно. То есть, присчитал, придавил педаль, и вроде поехал, да? Главное, что особо ревого мотора нет, потому что он там почти напрямую связь идет. То есть там они друг другу помогают как-то, да? Сложный, да? Да, он сам включается когда. Очень, да. Очень механизм этот такой странноватый. Вот. Ну, зато... Зато... Посмотрели, оценили разгон. Как обычный вот автомобиль с двигателем 1.6 на самом деле. Ну, в принципе, для 100-сильного агрегата, я считаю, норма. Главное, что задержек из-за того, что там помогает электромотор, задержек мало на педали. Она есть, конечно, небольшая, да? Именно вот мотор отключается, и через некоторое время вот двигатель, да, подрывает. То есть вот именно включение ДВС, оно дает некоторую задержку, потому что, ну, не самый мощный тут электромотор. Не знаешь, сколько мощности электромотора? Лошадей 30, да? Что-нибудь такое? Сегодня мы можем на E-V поехать, да? Да, можем. До какой скорости? Ну, до 50 можно при желании. Если медленно-медленно разгонять. Ой, ой, господи, как же жестко. Можно разогнать до 50. Очень жестко. Вот это ты газу. А, я на сама, да? Да, он сразу. Ага, то есть надо очень-очень аккуратно педалировать. И опять его включать. А, ну, вообще так. Ну, ладно, давайте попробуем. 31. Чтобы отображалась вот полосочка, вот на ней видно. Вот как за середину. А, за середину отойдет, и все, и хана. Очень круто. Ну, это очень сложно так, конечно, делать. Это... Нужен был специальный режим, чтобы не переключалось. Понимаю, может, надо было им кнопку там сделать. Знаешь, как кикдаун делают? То есть вот, надоел ты кикдаун, значит, надо ехать. А так ты не можешь проявить всю эту экологичность. Хотя прикольно. Можно себя испытать, как будто там пилот i8. И даже тормозить там полностью электрически. Прямо чувствуется. Класс. И, главное, там какие-то процессы, что-то скрипит, да, жужжит. Масок тормозной здесь. Еще там что-то. Вакуумника нет? Ну, да. Он должен подкачивать. Создавать разрежение. Разрежение. Внутри. Ну, вообще, то есть, получается, по беседе ты, в принципе, доволен. Сел, поехал, ничего не вкладываешь, бензин тратишь мало, да, все нормально. Расход 6,5. Удивительно, конечно. Еще можно баловаться в таком вот так режиме. Конечно, далеко ты так не поедешь, потому что, ну, тяжеловато. Да и отставать, как будто ты черепашка, которая в потоке едет. Все тебя обгоняют. Все. 41 км в час я отключился. И вот это, конечно, песня. Вот. Надо распорку деревянную поставить. И все. И вот едешь такой. Уже более приятный звук. Что ж там так дребезжит-то, а? Воздуховоды, что ли? Неизвестно. Ног неизвестно. А звук как хороший, качает нормально. Не будешь сабвуфер ставить, чтобы соответствовать теме? Нет, скорее всего, нет. Тут багажник и так не очень большой, поэтому... А ты что-нибудь там возишь в багажнике вообще? Нет, не возишь, ну, просто иногда приходится. Ага. Ну да. Потому что на дачу поехал, что-нибудь, чтобы везать. Так, а где-то надо повернуть там, чтобы завершить нашу поездку. Куда ехать? Налево сейчас? Да, сейчас вернемся. Ага. Вот разрыв, кстати, был. Вот здесь должен быть. Вот он, разрыв. Вот разрыв есть, я вижу. Ну что ж, провожу я последнюю минуту за рулем Prius. Достаточно интересные эмоции. Что там, звуки какие-то? Хватит? Радиус этот разворот что-то великоватный, я? Как-то прям даже неожиданно. Да, вижу. Партоники есть, нет? Нет. Ну, как же так? На космолете нет партоников. Хотя в космосе партоников нет, я думаю, нормально. Поехали. Так, заезд во двор, вот там вот знак, я так понимаю. Ну, отлично. А, B это чтобы он спал, да? Такой режим. А, B это как раз чтобы батарею больше заряжать. Там вот режим этой рекуперации или как-нибудь там называется. А, то есть включаешь, а где написано, что B? А, вот А. Отобразилось. Ну, при нем машину как будто вообще кто-то держит сзади. Да? Если его на скорости включить, она прям чуть ли не остановится. А, ну интенсивная рекуперация просто. Он прям, она не катится сама. Да, да, сама. Сама плохо катится. Так, сюда, дальше. Ладно, поедем ради интереса. Ну что ж, необычное ощущение в достаточно обычном автомобиле. Да. Блин, все-таки мне кажется, как бы тебе стекла не побить. Что-то уже катается во всем. Сок стоит стекло от Брюст. Дорого, не? Эти мне как бы задаром достались. Ну там явно что-то хочет разбиться. Так, направо у нас был, наверное? Да, направо у нас был. Ну, мы вокруг, да. Поехали вокруг. Прям мне понравилось ездить в ЕВ. Здорово. Правда, наверное, батарея убивается еще сильнее, да? Да, мне тоже кажется, что я поэтому на этом никогда я не езжу. Сейчас, конечно, я не езжу. Все, какие-то моды тоже не включают. В смысле, не езжу. Ну, вообще, можешь порекомендовать при покупке? Без ограничений или с ограничениями какими-то? Не, ну, вот я могу сказать, что тяжело пересаживаться с машины более дорогого класса. Ну, это всегда ломка, когда-то, допустим, из... Даже из такого же класса, если, например, с Ауди А3 пересаживаться на нее, то это очень премиально. Ну, да, она как бы не очень премиальная. А Lexus они, по-моему, сейчас сделали, что же, дорогой. Lexus, как он, 200, сети 200, по-моему, если не ошибаешь. Да, 200, в принципе, там силовая станка все тоже самое стоит. Просто нет этого вот, раздолбашки нет, конечно. Ну, и стоит дороже. Стоит дороже. Нужен же электрокарта для простых людей. Ну, что ж, заканчиваем мы, заканчиваем мы нашу поездку. Действительно, она подошла к концу теперь, наконец-то. Хочу Сергея поблагодарить. Сергей, спасибо, что устроил экскурс в мир гибридных технологий. Этого не хватало, я думаю, в нашем мире. Уж точно. Вот Vesta, она совершенно обычная, никакой там такой темы нет. А стоит столько же. Вот решайте, что вам купить. Prius или Vesta. Так, вот здесь, да, паркуемся. Все, сейчас мы будем парковаться. Посмотрим, как все это дело. Работает, надо R, да, включить? Все, а что пищит? А то, что заднее сдаешь, здесь всегда пищит. Вот так вот пищать, всегда пищит? Да, всегда будет пищать. Вот, интересно. Очень неприятно. Очень, а нельзя отключить из зума? То есть, это прям странно даже. Ну, можно. Просто руки не доходят. Слушай, ну, то вообще, это наш такое сделать. Вот, это должно снаружи пищать, что мы едем на электроэнергии задним ходом. И не понятно, сколько там осталось. А, нормально еще. Так, все, выключайся. Так, N, как все, чтобы сделать, выключить? Вот, все, понятно. Все, а выключаются вообще полностью вот так вот, да? Все. Все, спасибо большое, очень здорово. Благодарю тебя, очень классно. Все. Что ж, зрители, пишите ваши комментарии, посмотрим, к чему приведет наша поездка. Пока.